Страны Персидского залива отвергают призыв Евросоюза прекратить помощь России и придерживаться санкций. Вместо этого они предлагают перестать отправлять оружие в зону конфликта. ЕС пока не смог убедить страны Персидского залива взять на себя серию проукраинских обязательств перед саммитом лидеров в среду в Брюсселе. Это явствует из проекта заявления, попавшего в распоряжение журнала «Политику». Саммит между ЕС и странами Персидского залива первый в своем роде призван продемонстрировать единство во всем – от торговли до энергетики и безопасности. Однако распространенное в понедельник совместное заявление вместо этого подчеркнуло напряженные споры между ЕС и арабскими государствами по поводу войны в Украине. Например, в одном из пунктов ЕС предложил формулировку с призывом ко всем странам свернуть материальную помощь России и осуждением в адрес Ирана за передачу Москве ракет и беспилотников для использования против Украины. Но страны Персидского залива вместо этого запросили более общую формулировку, призывающую все стороны прекратить отправлять оружие в зону конфликта. В итоге стороны предложили полностью снять этот пункт. В другом разделе страны Персидского залива предложили удалить пассаж, в котором звучит обещание улучшить совместную работу по обходу санкций. Это явный намек на меры, введенные западными союзниками против финансов Москвы и на их трудности в их реализации. Спор из-за формулировок отражает продолжающиеся трудности, с которыми столкнулись ЕС и его западные союзники в привлечении других стран для поддержки Украины. Однако складывается впечатление, что стороны все же нашли общий язык по нескольким направлениям. Так, согласно документу, они намерены осудить массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Стороны также намерены подтвердить ширящееся партнерство в сфере энергетики. На торговом фронте ЕС стремится заключить двусторонние торговые соглашения с разными странами Персидского залива после провала сделки со всем регионом в 2008 году. Совместное заявление показывает, что страны Персидского залива сопротивляются развороту ЕС к соглашениям 1 на 1, что предполагает возвращение к переговорам со всем регионом.